Там поистине так рванули вперед, что испанцы не то что не успевали, а были вынуждены просто бессовестно повторять за ними. Потому что, хотя сегодня, вот даже читая интернет, можно наткнуться на такие моменты, где написано «Португалия вторая». Ну, имеется в виду географическое открытие. Но это, конечно, неправда. Португальцы никогда не были вторыми, только первыми. Даже если мы с вами возьмем всех великих мореплавателей того времени, а это Христофор Колумб, Вашка Дагаум, Магеллан, все это люди, которые жили в Португалии, родились в Португалии, выучились в Португалии. Ну, не все родились. Христофор Колумб родился в Генуэ. Но это те люди, которые получили образование и научились морскому делу именно в Португалии. Просто португальцы и вышли вот из этой знаменитой школы в городе Сагрыш по подготовке мореплавателей. Просто португальцы к середине 15 века уже четко научатся определять, кто может идти под португальским флагом делать географические открытия, а кто нет. Поэтому вот Магеллан оказался полукровкой, наполовину португалец, наполовину испанец и уже не получил финансирования от португальской короны. Ну, Христофор Колумб, ну, вообще непонятно, черт знает, что он намешан. Ощущение полное, как будто вообще его история использовала в политических целях. Но сам факт, что это действительно люди, которые нам подарили новые открытия, и мы должны, наверное, быть благодарны им за это. Но их было тысячи людей уходившие, точнее, назовем их счастливчики. Но все они делали открытие, вернее, начинали учиться в Португале, а делали открытие уже порой и от испанской короны. Наверное, важно понять, почему...